Вот эти пятна на лице от солнышка, которое после дождя выглянуло, может быть последнее солнышко этой осени, они, конечно, с точки зрения искусства видеосъемки неправильные, нельзя, чтобы вот так вот засвечивалось лицо пятнами. Но пусть будет так, это немножко связано с тем, о чем я хочу сказать, о воле к жизни и об остановившейся истории. Когда из человека уходит воля к жизни, он доживает. Вот так же и наша цивилизация, я имею в виду европейскую цивилизацию, которая охватила весь мир и подчинила себе весь мир, ее также охватывает чувство безнадежности, и в какой-то момент европейская история остановилась. Почему? Что указывает на то, что такая остановка произошла? Прежде всего, то, что не происходит творческого момента в жизни крупных человеческих объединений. Происходит какое-то доживание, доживание, дотягивание до какого-то вполне логического конца, который еще Шпенглер в начале 20 века, еще до колоссального потрясения Второй мировой войны, увидел и предсказал, что где-то к 2200 году история Европы закончится. Что должно было бы происходить? У нас, как вы посмотрите, идет раздробление государства. Последнее объединение – это объединение Германии. Но и то оно произошло только и исключительно благодаря тому, что Горбачев проявил слабость и даже трусость, и геополитического противника сложил в новый геополитический субъект. Может быть, так и его расчеты довольно глупые могли существовать, что вот Германию противопоставить Соединенным Штатам Америки, дружить либо с одними, либо с другими, в зависимости от того, что было бы выгоднее. Ну, это была, конечно, глупость. В каком-то смысле объединение Германии не произошло еще и до сих пор, и различие между землями сохраняется, и даже политическое различие сохраняется, и политические концепции бродят в умах разные. За те годы, что уже Российская Федерация живет отдельно от той периферии, которая существовала, мы видим, насколько разошлись мнения людей в разные стороны, имея в виду то, что творится на Украине, то, что творится в Белоруссии, да и в Российской Федерации. Ужасная разноголосица и дух тления от всех этих социальных и политических идей, имевших свое начало еще в позапрошлом веке, и никак не трансформированных в мозгах. Они повторяются в виде все тех же самых лозунгов, которые были во времена народовольцев, или во времена большевиков, или во времена сталинщины. Все то же самое, люди не меняются, и политика тоже не меняется. Вот мне прилетела капелька тут, прямо на нас упала. Жизнь продолжается и продолжится без нас, без человечества, в том виде, в котором мы его знаем, другое человечество придет нам на смену. Но все-таки как-то не хочется умирать. Вот видите, как будто бы специальный дождик пошел, который побуждает меня сказать о том, что действительно история остановилась, нет творческого начала, отсутствуют творческие субъекты. СССР перестал быть творческим субъектом задолго до того, как исчез. И США нетворческий субъект в настоящее время, и все крупнейшие государства. И кроме распада мы не видим ничего, ни в области культуры, ни в области государственно-политического строительства, ни в сознании людей. Можно еще говорить о том, что дотягивает свои последние силы волна научно-технического прогресса. И вроде бы вот появились у всех эти разросшиеся, внутренне разросшиеся калькуляторы, которые стали теперь смартфонами. Толку от этого никакого, потому что человек при этом не меняется. От исследований космоса отказались. Космос оказался слишком огромен для нас, но толком никто ничего не собирается делать в том, чтобы приблизить его. И все эти глупости про поселение на Луне и высадку на Марсе можно оставить как просто еще очередной повод попечалиться полной депрофессионализации российской власти, от имени которой городят вот эту всю чепуху. Остановка истории происходила в несколько этапов разрушения творческого субъекта в России произошло, конечно, с большевистской революцией. Но там еще вот это кипение, которое было, которое продвигало вперед Российскую империю, еще сохранилось, и его еще хватило на войну. Потом уже все, потом уже пошло умирание, вымирание. К сожалению, дождь пошел сильнее, мне надо спрятаться. Ну, попробуем под деревцем договорить то, что хотелось сказать. История остановилась окончательно в наши дни на наших глазах. Вот этот мертвяк, который сидит в Кремле, целый политический слой, и то, что было народом, уже перестало таковым быть. Творческого начала нет. Где оно, в чем? Где те признаки, которые могли бы указывать на то, что складывается какой-то новый общественно-политический субъект, складывается новая государственность, есть какие-то новые идеи. Абсолютно этого нет. Абсолютно видим, что история России заканчивается. Правда, как и история Европы, и в Европе то же самое. Мы не видим даже самобытности. Хотя талдычут вот эти вот кремлевские неучи о том, что у нас особый путь. Они даже не знают, что это такое. У них единственный путь есть, к которому они идут. Путь измены, воровства, предательства и так далее. Это путь отребья. Не граждан даже. Там гражданского самосознания нет. Это уже понимание смысла службы, служения Отечеству. Этого нет вообще. Поэтому там самобытный путь криминала, который срос с властью и, по сути дела, и превратился уже окончательно в этот криминал. А там никакое творческое начало просто не ночевало и не может существовать. И европейские государства, и Соединенные Штаты... Посмотрите уровень дискуссий накануне выборов, в общем-то, судьбоносных выборов президента Соединенных Штатов Америки. Победа Байдена будет означать просто конец американизма как такового. То есть просто американец, американский гражданин станет ничем, каким стал российский гражданин. Это не важно, что он побогаче живет. Он такое же ничтожество, как и мы. У них тогда и не будет никакого президента. Будет какой-то проходимец в 77 лет от роду, который уже как мумия чуть ли не переносит, ставит с искусственной улыбкой, искусственными зубами и всем абсолютно искусственным. Сам Трамп, альтернатива мощная, да? Никакая. Да никакая. Просто вот на один шажок чуть дальше от вот этой культурной смерти. Нет достойных людей. То есть зона, которая выделена именно в зону для политики, для искусства государственного строительства, вот для таких людей крайне низкого интеллектуально-образовательно-творческого уровня, как и в Российской Федерации, только там банкиры все определили, а здесь банкиры поставили или там спелись с гобьем, и вот эта нечисть правит у нас. Правит и у них. Скорее всего, человечеству придется пройти так называемые темные века еще раз. Темными веками называются несколько веков между Микенской цивилизацией и Древнегреческой. Ну, собственно, Микенская считается началом Древней Греции, но после Троянской войны полный разгром, исчезновение подавляющего большинства поселений, прекращение жизни городов, упадок технического уровня, и потом через много веков постепенное поднятие к прежним возможностям, к прежним способностям. Вот то, что мы обречены пройти, это вот прямо сейчас начинается, у нас темные века начинаются сейчас. История останавливается, и как в русских летописях иногда такие записи были, сие лето, ничего не было. Вот и так про эпоху, в которой мы приближаемся, будет значиться в течение такого-то периода, ничего существенного, что стоило бы зафиксировать в летописях, не было. У нас, конечно, есть шансы, если мы как-то встрепенемся, очнемся, и у русских больше, чем у кого-либо других, потому что нам очень больно переживается это отречение от собственной истории, погружение в навозную жижу большевизма, либерастии и так далее. Нам больно. Но так получается, что больно-то больно, а вот держимся все равно за все то же самое. И мой призыв в том, что надо отречься от мира сего, который нас окружает, и поглядеть в горние дали, где проект России, русский проект, есть, существует, и мы можем оттуда, от Господа нашего, почерпнуть творческие силы. И даст он нам тогда следующую историю, тот самый промежуточный этап, перед тем, как появится новое небо и новая земля, мы еще сможем послужить и выслужить, выслужить вечность для себя, своего народа, своих предков, сложить русскую историю в логическую, непротиворечивую картину, когда мы, преодолев кризис, сбросив в себя путы вот этих безумных учений, которые двигают сейчас к большинству и двигают к пропасти, все-таки обретем истинную Россию, вернемся к заветам наших предков, вернемся к вере, предков русской, христианской, православной вере. И когда каждый из нас внутренне будет решать эту проблему, он будет решать и общую проблему, критический момент произойдет русская национальная революция, революция прежде всего духовная, когда критическая масса тех, кто преодолел в себе болото 20 века, будет достигнута, тогда Россия снова станет русской и снова станет богоугодной России, которую Бог нам дал, но может и взять, или уже взял, коль скоро мы не ценили этого. Поэтому слава Руси, Господи, спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова